Всем здарова! Сегодня я хотел бы рассказать вам о самой главной составляющей в Counter-Strike, о стрельбе. Игра состоит из неё примерно процентов на 60, так что эта тема очень важна. Сразу хочу сказать, что целью ставилось сделать этот видеоурок наиболее полным, и поэтому в нём будет большое количество информации для новичков, так что заранее извиняюсь за очевидный для многих свете. В этом видео я представлю вам несколько способов тренировки своего АИМа, про реакции, правильных зажимов, расскажу про разные полезные виды серверов и то, как их найти, про карты, предназначенные для подобных тренировок, и сторонние ресурсы, посвящённые повышению навыка игры в CS GO. Для того, чтобы начать улучшать свой уровень стрельбы, вы должны знать, что именно вам нужно тренировать, чего начать и каким именно способом это делать. Как я уже говорил ранее в своём предыдущем видео «10 советов, как подняться до Global Elite» для идеальной стрельбы, вы должны уметь быстро наводить прицел на нужную точку на экране, то есть в нашем случае на голову противника, и в нужный момент нажимать левую кнопку мыши. В большинстве случаев, если мы имеем в виду игроков со средним уровнем реакции, это всё происходит примерно за 0,2 секунды, а сочетая хорошую реакцию с не менее хорошей точностью и правильными стрейфами, можно нагибать как Маркелов в свои лучшие годы. Существует один такой сайт, называется он AIM400KG, ссылка на него есть в описании к этому видео. Всем, кому интересно, советую прочитать статью про тренировки для геймеров, может узнаете для себя что-то новое. Так вот, суть этого сайта в том, что там предлагается тренировать три главные составляющие AIM-а. Это точность наведения на противника, скорость этого самого наведения и реакция нажатия левой кнопки мыши. Сама тренировка на сайте, если мы говорим о тренировке точности, например, выглядит следующим образом. Вы в своём браузере видите перед собой чёрный квадрат, на котором появляются метки. По ним вы должны нажимать левой кнопкой мыши как можно точнее и быстрее. За точные и своевременные действия вам начисляют больше итоговых баллов, а в конце вам покажут ваш результат, насколько хорошо вы справились. Ну, что тут можно сказать? Тренировки – это, конечно, всегда дело индивидуальное, и, возможно, многим вполне подходит именно такой вариант. Но от себя я хочу сказать следующее. Вы играть в миксы будете тоже на сайтах? В Windows у мыши даже сенс другой выставлен, не такой, как в игре. И я не уверен, есть ли вообще смысл посвящать своё время такой тренировке, когда существует прекрасная альтернатива. Карта под названием Train Your AIM and Reflex. Практически полностью настраиваемая тренировочная площадка, на которой вы сможете делать всё то же самое, что и на том сайте, но только прямо в самой игре. То есть тренировка будет происходить в тех условиях, в которых вам потом предстоит играть с реальными людьми. Здесь вы также сможете найти разные виды тренировок. На точность, на реакцию, скорость наведения и так далее. И выбрать себе для этой цели любое оружие. В мастерской стима можно найти несколько версий этих карт, какие-то устарели, какие-то более новые. Выбирайте, какая понравится, добавляйте к себе и вперёд. Так или иначе, каждому своё. И, конечно же, вы можете выбирать для себя сами, что было бы удобно вам, тренироваться на АИМ-400 КГ или прямо в игре, или и там, и там, по очереди. Ну, а теперь перейдём непосредственно к самому процессу. Знаете ли вы, какие существуют признаки профессиональной стрельбы, по которой можно отличить хорошего игрока от охренительного, который раздаёт всем, кого увидит? Это два главных признака. Больше 50% хатшотов в статистике этого самого игрока, и хотя бы в большинстве случаев его стрельба одиночными выстрелами. Вот почему я считаю правильным, каждый раз начинайте разминку с пистолетов. С них вы точно зажимать не станете. Только ЦЗ-75 не берите, а то весь смысл теряется. Начинайте разминку с Angelus Mode, и старайтесь сбить как можно больше мишеней за минуту или 30 секунд, смотря какое время выставить. Чтобы добавить немного хардкора, советую уменьшать размер меток, ибо стандартный 12-й явно для слабаков. Потом переходите к тренировке рефлекса и другим режимам. Повторяя все это каждый день, при должном хотении, можно добиться очень хороших результатов. Посвятив 5-10 минут одиночной оффлайн тренировке, можете переходить на онлайн сервера. Если это будет матч, то желательно, чтобы он работал с модом Only Headshot, когда игрокам наносится урон только при попадании в голову. Поверьте, это очень здорово помогает, убедился на личном опыте. Если это будет паблик, то хотелось бы, чтобы это были либо АИМ-карты, либо карты, предназначенные специально для игры 1 на 1. Иногда они обозначаются буквами М, с нижним подчеркиванием перед названием. Для того, чтобы все эти сервера найти, вы можете зайти в главное меню игры, нажать «Играть», «Поиск серверов сообщества» и в фильтре «Поиск в строке с картами» написать, к примеру, АИМ. Вам найдет все доступные сервера, где в данный момент происходят игры на этих картах. Сортируйте по пингу, обращайте внимание на количество игроков, заходите и играйте. В Counter-Strike существует такое понятие, как «стрейф». Стрейф – это особый способ перемещения при стрельбе, при котором стреляющий двигается вправо-влево, оставаясь при этом все время лицом к цели. Это делается для того, чтобы противнику было сложнее попасть в вас, ведь когда вы тупо стоите на одном месте, то попасть в голову не составит никакого труда. Почему же я решил рассказать об этом? Дело в том, что когда вы находитесь в движении, то даже при стрельбе по одному патрону ваши пули не будут лететь в центр прицела, как в том случае, когда вы просто стоите на одном месте. Складывается такая дилемма, что либо вы делаете упор на стрейф, чтобы в вас было сложнее попасть, но при этом и сами едва ли сможете задеть противника, либо вы почти не двигаетесь и стараетесь сразу убивать, но при этом и противнику будет легче попасть по вам. По большей части, это относится к пистолетным раундам, так как формула «стрейф плюс зажим» – визитная карточка Сильвера с какой-нибудь B90. Играя на каком-либо сервере, вы можете ввести в консоль команду CL нижнее подчеркивание SHOW POS 1, которая покажет вам вашу скорость передвижения. С ножом или бомбой она составляет 250 единиц, с оглоком или USP – 240, с К47 – 215. Так вот, если вы хотите, чтобы при движении патроны летели ровно, то делать выстрел нужно примерно в тот момент, когда вы, к примеру, уже закончили свой стрейф вправо, но еще не начали стрейф влево. В этот момент показатель скорости будет равен нулю, и вы сможете выстрелить максимально точно. А теперь немного о стрельбе очередью. В КС это называется зажим или спрей. Несмотря на то, что стремиться вы должны к одиночным выстрелам, порой без зажима все равно будет трудно обойтись, особенно на ближних дистанциях. Для того, чтобы стрелять таким образом и при этом попадать в свою цель, надо знать, как ведет себя то или иное оружие в данном случае. Однако, из чего бы вы не стреляли, стоит придерживаться пары общих принципов. Во-первых, чем дальше от вас цель, тем менее точно будет зажим, и, соответственно, тем короче он должен быть. Во-вторых, никогда не зажимайте в движении. Делайте это, стоя на одном месте, кроме случаев, когда противник находится почти плотную к вам. В-третьих, с какого бы оружия вы не делали спрей, после первой выпущенной пули, следующие всегда летят выше. Это называется разброс. Чтобы контролировать этот разброс, надо опускать прицел вниз, соответственно тому, как ваши пули поднимаются вверх. Но, чтобы делать это правильно, надо тренировать свои зажимы, хотя бы из основных видов автоматического оружия, таких как М4 и АК-47. Если у вас и правда есть хотя бы небольшое желание научиться стрелять лучше, повысить уровень конкретно своей игры, то я думаю, вам будет не жалко потратить 15 минут для того, чтобы посмотреть пов-демо игры какого-либо профессионального игрока. Если за чьей-то игрой смотреть, то, наверное, за игрой человека, который почти всю свою жизнь посвящает КС. Играет не только потому, что ему нравится игра, но и потому, что он стремится стать лучше, при их зайти как себя, так и остальных. Наблюдая за ним, обращайте внимание на всё, что он делает, и на то, как он это делает. Если приводить конкретные примеры таких личностей, то это может быть Форест, Гитрайт, Кеннис, Гвардиан. Всё это очень хорошие игроки. Безусловно, любой игрок, будь то новичок или профессионал, в процессе микселя турнира совершают ошибки, но эти люди допускают их минимум. Каждый их дым падает куда надо, каждый прострел оправдан, и каждое движение обосновано. И если вы ещё не Глобал Элит, то в любом случае, вам есть чему у них поучиться. Ну а мне больше остальных нравится Скрим, так как турнирная статистика его попадания в голову в процентном соотношении, если не ошибаюсь, всегда выше 80, а порой заходят за 90. В плане стрельбы, лучше него, я ещё пока что никого не видел. Посмотрите мувик под названием Скрим Ходшот Машина, посвящённый его игре. Там уже больше полмиллиона просмотров. Ссылка также есть в описании к видео. Убедитесь сами.